Вашингтон Об этом мы не только будем говорить сегодня, но сначала попрошу вас поставить лайк этому видео, потому что у нас тут действительно интересно. Погнали! Россия может напасть на Швецию, чтобы получить контроль над Балтийским морем, заявил министр обороны страны Пол Йонсон. Россия представляет угрозу для Швеции, как и для остальной части НАТО. Мы не можем исключать нападение России на нашу страну, сказал Йонсон в интервью польской газете. По его словам, хоть силы Кремля связаны в Украине и не могут развить серьезное наступление, российское руководство ранее показывало, что оно готово идти на серьезные военные и политические риски. Москва перебросила часть своих десантных войск из Балтийского моря в Черное, но в основном ее флот в Санкт-Петербурге и Калининграде остался нетронутым, отметил Йонсон. Не верю, что это скажу, но, похоже, Песков был прав, когда говорил про то, что сумасшедшие бредни Путина, про угрозы для стран НАТО на Западе кто-то услышал. Но есть нюанс. Они не испугались, как говорили представители путинского режима, а наоборот сказали. Слушай, Путин, мы в курсе, что ты хочешь захватить Балтийское море. Только сунься сюда, только попробуй, учитывая твое плачевное состояние в Украине. Честно, я когда увидел эту новость, подумал, ну а зачем Путину нужна эта территория? Ну, мол, логично было бы отказаться от любых других военных планов и сконцентрировать внимание на войне в Украине и в Курской области, которая и так стала высасывать последнюю копейку из кремлевского бюджета. Однако нет. Военное и торговое значение Балтийского моря для Кремля еще больше возросло после начала полномасштабной войны в Украине. И именно поэтому Швеция сейчас прямо говорит, мы должны учитывать агрессивные намерения России в наших военных планах. Ну и действительно, в последнее время Россия неоднократно угрожала НАТО и союзникам военного альянса. Например, я напомню, что заявлял в конце сентября кремлевский квадробер Лавров. Если посмотреть на Евразийский континент, где Дальний Восток, где Восточные моря, где Тихий океан и где Блок? Это желание глобализироваться и легитимизироваться, самоутвердиться в качестве уже не североатлантического, а мирового жандарма, распространяется и на Арктический регион. То есть Россия за последнее время неоднократно прямо угрожала НАТО и союзникам оборонного альянса. И я сейчас не только про то заявление Путина из Подворотни и не про его бредни про изменения ядерной доктрины. Это про риторику всех представителей преступной верхушки Кремля. За последние годы от них все чаще звучат агрессивные месседжи в сторону Молдовы, Литвы, Латвии, Эстонии, Казахстана, немного Армении и вот уже в сторону Швеции. Но согласитесь, нормальный такой список, как для тех, кто параллельно угрозам твердит о том, что хочет мира, ну и вообще ни на кого не хотят они нападать. И что не нужно никого пугать Россию. Вы что, друзья, мы абсолютно миролюбивая страна. Сейчас отношения России с ЕС, целым рядом европейских государств деградировали. Причем, много раз это подчеркивал, не по нашей вине. Антироссийская пропагандистская кампания, в которой участвуют весьма высокопоставленные европейские деятели, сопровождается домыслами о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу. Я много раз говорил об этом и в этом зале нечего повторять многократно. Все мы понимаем, что это абсолютный бред. Ну а после этого вылазит какая-нибудь говорящая голова уровня Пескова, Лаврова, Небензи, ну или же Захарова и рассказывают о том, что вообще-то Вашингтону необходимо прекратить играть с огнем. Что они постоянно своими действиями провоцируют бедную Россию, которая очень не хотела нападать на Украину. Да и не нападала вовсе. Их просто вынуждают, понимаете, их вынуждают делать все те зверства, что они делают. И вынуждает именно Запад. Проклятый. Прошло 4 месяца, да? Итог. Итог. Тысяча мирных жителей погибло. Более 14 миллионов украинцев вынуждены были покинуть свои дома. Значительные потери российских войск. Куча санкций против России. Вы до сих пор считаете, что это правильное решение было? Я вам еще сказал, у нас не было иного выхода. Многократно, тысячи раз мы все это объясняли. То, что сейчас Вашим оружием, западным оружием, украинский режим атакует мирных граждан, атакует города. Не напали бы, не было бы оружия с запада. Да нет, вы понимаете, мы не нападали ни на кого. Нападали на русских на Украине. Представьте себе, вот вы англичанин, так я понимаю. Я вам называл цифры, я называл цифры. Восемь погибших в прошлом году, семь... Я вам объясняю, что украинский режим бомбит свое собственное население, а вы ему продаете оружие, чтобы он продолжал это делать. А насчет геноцида, вот вы англичанин? Англичанин. Представьте себе, если бы в Ирландии, не в Северной Ирландии, а в Ирландской республике, запретили английский язык. Как бы себя англичане ощущали? Ну точно, не вторгались бы в Ирландии. И, кстати, русский язык не запрещен. Это вас не унижало бы? Русский язык запрещен на Украине. Да что ты, черт побери, такое несешь. Попробуйте... Что нельзя говорить на русском языке? Попробуйте на улице в Киеве, когда там гуляют молодые люди, определенной внешности, поговорить на русском языке. Попробуйте. Вот это интервью обладатель ордена жеребца дал BBC спустя 4 месяца после начала полномасштабной войны. Но риторика с того времени у путинского режима, как видим, не сильно поменялась. И, кстати, про то, что русский язык запрещен в Украине, особенно в Киеве. Ну, что же, я сейчас нахожусь в Киеве. Вопросы есть? Думаю, что вопросов нет. Раз мы сегодня затронули тему про так называемую угрозу России со стороны НАТО, в этом же интервью журналист прямо в лицо Лаврову сказал, насколько же бредовый у них нарратив по этому поводу. Смотрите, вот до аннексии Крыма, в 2014 год, не было войск НАТО в Восточной Нейтропе. Я вам больше скажу, и аннексии Крыма-то не было. Потом, в 2016 году, да, появились 4500, да, в результате аннексии Крыма. Потом в этом году, после 24 февраля, 40 тысяч. Но это в результате действия России. Да потому что, слушайте, Стивен, ну вы же умный человек. Я с фотофактами. Это факты, конечно, безусловно. Россия говорит, что в Украине борется с нацистами. Тут больше смысла слушать этот маразм нет, потому что главное мы уже услышали. Но лицо Лаврова в тот момент, когда журналист сказал ему, послушайте, наоборот, действия НАТО спровоцированы агрессивными действиями России, ну его лицо было бесценно. Вот уж точно, жеребец набрал воздуха, так сказать. Его подчиненная Маша Захарова сейчас тоже активно пытается продвинуть этот нарратив. Однако, на третий год полномасштабки, честно, ну я не думаю, что ее кто-нибудь воспринимает еще всерьез. Ну правда. В чем цель всей этой акции, всего этого маскарада? Она понятна. Нет такой нормы международного права, которая остановила бы стороны НАТО в своем желании добиться заявленного, как они это формулируют, стратегического поражения России. Тем более, когда речь идет об отработанном, о отработанном годами, в частности на Сирии, в формате химических провокаций под чужим флагом. Более того, факты тесного взаимодействия киевского режима с аффилированными, с туристическими и национал-экстремистскими группировками, например, Ближнего Востока, Северо-Африки, лишний раз убеждают нас в том, что вот этот самый химический терроризм – это вполне реальная угроза, исходящая от украинских спецслужб. Мы предупреждаем Вашингтона и его сателлитов не играть с огнем. И тут она уже прямо путается в своей же риторике. Просто послушайте, уже не киевский режим террористический, как она говорила раньше и повторяла неоднократно, а уже говорит, что киевский режим, он просто сотрудничает с террористами по указке от Вашингтона. Что такое, Маша? Забыла методичку или что? Ну ничего, повторишь на досуге. Еще один амбассадор среди тех, на которых все хотят напасть постоянно – это Лукашенко. Этот персонаж поехал к своему старшему брату Путину. Точнее, к большому брату Путину, так будет правильнее сказать. Поговорили они там про то, что Запад душил-душил, душил-душил и не задушил их, что санкции им не помеха, что вообще они суперсильные ребята, ну скорее тут дедушки. Ну и, конечно же, Путин наградил своего товарища там орденом Андрея Первозванного. Просто посмотрите, как это было. Указом президента Российской Федерации за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, укреплении дружественных связей между российским и белорусским народами, а также за большой личный вклад в создание и эффективную деятельность союзного государства орденом святого апостола Андрея Первозванного. Награжден Лукашенко Александр Григорьевич, президент Республики Беларусь, председатель Высшего Государственного Совета союзного государства. Ну просто позорище, ну серьезно. А еще более смешно и абсурдно это выглядит на фоне того, что путинские шахеды регулярно терроризируют Беларусь. То есть это такой, я не знаю, это такой был сигнал от Путина своему белорусскому товарищу, типа терпи Лукашенко, терпи унижения, терпи обстрелы со стороны России, ну а чтобы тебе терпеть волос подручнее, вот тебе орден. Бери и не жалуйся. Будет что продать на черном рынке, когда нас всех тут накроют. Что ж, я буду на этом заканчивать, друзья. Спасибо вам за просмотр. Традиционно призываю вас сохранять холодный разум и продолжать поддерживать украинские силы обороны, потому что это действительно и самым главным сейчас. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин